господин президент благодарим вас 22 февраля 2022 года когда начался этот конфликт на украине вы обратились к своей стране с речью в которой вы сказали что пришли к выводу что соединенные штаты при помощи нато могут цитата внезапно напасть на нашу страну и для американцев это звучит как паранойя объясните нам почему вы считаете что соединенные штаты могут вот так вот вдруг напасть на россию как вы пришли к этому выводу дело не в том что америка собиралась наносить неожиданный удар по россии я так и не говорил у нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор вот цитата и да спасибо мы готовились к серьезному разговорах да это серьезно но поскольку у вас базовое образование исторической на суп я понимаю да тогда я позволю себе ну просто вот 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку вы не против конечно смотрите с чего начались наши отношения с украиной откуда она взялась украина российское государство стало собираться как централизованное это считается годом создания российского государства восемьсот шестьдесят второй год когда новгородцы есть такой город новгород на северо-западе страны пригласили на княжение князя рюрика из скандинавии из варягов восемьсот шестьдесят второй год в 1862 году россия отмечала тысячелетие своей государственности и в новгороде стоит памятник посвященный тысячелетию страны восемьсот восемьдесят втором году на преемник рюрика князь олег который выполнял на выполнял по сути функции регента при малолетнем сыне рюрика рюрика умер в это время к этому времени пришел в киев отстранил от власти двух братьев которые судя по всему были когда-то на членами дружины рюрика и таким образом россия начала развиваться имея два центра в киеве и следующая очень значимая дата в истории россии девятьсот восемьдесят восьмой год это крещение руси когда князь владимир правонук рюрика крестил русь и принял православие восточную часть христианство восточную христианство с этого времени начала укрепляться централизованное российское государство там почему единая территория единые хозяйственные связи один язык и после крещения руси одна вера и власть князя начал складываться централизованное российское государство но в силу разных причин после введения престола наследия древние тоже времена средние века ярославом мудрым чуть чуть попозже после того как он ушел из жизни престола наследие было сложным передавалось не напрямую от отца к старшему сыну от ушедшего из жизни князя его брату потом сыновьям по разным линиям все это привело к раздробленности руси единого государства которое начало складываться как единое привел к раздробленности ничего особенного там нет то же самое происходило в европе но раздробленное русское государство стало легкой добычей того той империи которую создал когда-то чингисхан его преемники ханбатый пришли на русь разграбили практически все города разорили их южная часть где был киев кстати говоря некоторые другие города они просто утратили самостоятельность а северные города они сохранили часть своего суверенитета платили дань варду но часть суверенитета сохранили а потом в центром в москве начали складно начало складываться единое российское государство южная часть русских земель включая киев оно начало постепенно тянуться к другому магниту тому центру который складывался в европе это было литовское великое литовское княжество его даже называли литовско-русское потому что русские составляли значительную часть этого государства не разговаривали на древнерусском языке были православными но затем произошло объединение уния великое княжество литовского и польского королевства через несколько лет спустя еще одна уния была подписана уже в духовной сфере и часть православных священников подчинилась власти папа римского и таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения язык внедряли туда свой стали внедрять идею о том что это не совсем русские что поскольку они живут у края они украинцы первоначально слово украине означало что человек живет на окраине государства у края или занимается занимается пограничной службой по сути дела это не означало какой-то особой этнической группы ну так вот поляки всячески ополячивали и в принципе относились вот к этой части русских земель достаточно жестко если сказать жесток все это привело к тому что эта часть русских земель начала бороться за свои права и писали письма варшаву требуя соблюдения своих прав с тем чтобы сюда присылали том числе в киев присылали людей не прошу прощения не напомните и я не понял когда именно было это польское угнетение украина это было это было в 13 ясно вот в 13 веке это было в 13 веке значит и я сейчас скажу что было дальше и назовут даты чтобы не было путаницы и в 1650 в 1654 году чуть раньше даже люди которые контролировали власть вот в этой части русских земель обращались в варшаву повторялась требованием чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания а когда варшава им принципе ничего ответила и практически как бы отвергла эти требования они начали обращаться в москву чтобы москва их забрала себе чтобы вы не думали что я чё-то придумал дима вот я вам отдам вот эти документы нет нет я не говорю что вы это выдумываете я просто не понимаю как это относится к тому что произошло два года назад это документы из архива копии где письма здесь письма богдана хмельницкого тогда человека который контролировал власть в этой части русских земель которую мы сейчас называем украины он писал варшаву требования соблюдения их прав а после того как получил отказ начал написать писать письма в москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя есть копии этих документов я вам их оставлю на добрую память там есть перевод на русский ну переведете и потом на английский язык россия не соглашалась их принимать сразу потому что исходило из того что начнется война с польши все-таки в 1654 году земский собор это было представительным органом власти древнерусского государства решение было принято это часть древнерусских земель вошла в состав московского царства и как и предполагалось началась война с польшей она шла 13 лет потом перемирие было заключено а всего после заключения этого этого акта 1654 года через 30 по моему два года был заключен мир с польши вечный мир как сказано и вот эти земли все либо бережья днепра включая киев отошла к россии а все право бережья днепра осталось за польши затем во времена екатерины второй россия вернула все исторические земли своей включая юг и запад это все продолжалось до революции да а вот перед первой мировой войной воспользовавшись вот этими идеями украинизации австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идеи украины украины и украинизации все понятно для чего потому что в предмерии в преддверии мировой войны конечно было стремление ослабить потенциального противника было стремление создать себе благоприятные условия при граничной полосе и эта идея родившаяся когда-то в польше что люди проживающие на этой территории не совсем русские они якобы особо этническая группа украинцы начала продвигаться и австрийским генеральным штабом возникли теоретики независимости украины уже в девятнадцатом веке которые говорили необходимости независимости украины но правда все эти столпы столпы украинской независимости говорили о том что она должна иметь очень хорошие отношения с россией они на этом настаивали настаивали вот но тем не менее после революции 1917 года ближайки старались восстановить государственность развернулась гражданская война в том числе и с украины с польшей был подписан мир с польши в 1921 году которые по которым западная часть на правом берегу днепра опять отошла к польше в в 1939 после того как польша посотрудничала с гитлером а польша сотрудничала с гитлером и гитлер предлагал все документы у нас в архивах есть предлагал с польшей заключить мир договора дружбе там и союзничестве но требовал чтобы польша отдала назад германии так называемый джанцовский коридор который связывал основную часть германии с с кёнигсбергом и с восточной пруссии а после первой мировой войны эта часть территории была отдана польша и вместо дань цыга появился город гданьск вот гитлер упрашивал их конечно отдать мирно поляки отказались но тем не менее сотрудничали с гитлером и вместе занялись разделом чехословакии можно спросить вы говорите что украина некоторые части украины восточная украина по сути сотни лет уже является частью россии почему вы просто не забрали ее когда 24 года назад стали президентом у вас есть ядерное оружие у них нет почему вы так долго выжидали да сейчас скажу я сейчас к этому я заканчиваю эту историческую справку сейчас скучно и понимаю как это относится ну отлично тогда мне очень приятно что вы так это оценили спасибо большое и так после перед втором мировой мировой войны когда польша посотрудничал с германией отказалась выполнять требования гитлера но тем не менее поучаствовал вместе с гитлером в разделе чехословакии но поскольку не отдала данцевский коридор все-таки вынудили поляки вынудили они заигрались и вынудили гитлера начать вторую мировую войну именно с них почему и началась война 1 сентября тридцать девятого года именно с польши она оказалась несговорчивой гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с польши кстати советский союз вел себя я читал архивные документы вел себя очень честно и советский союз просил разрешение по польши провести свои войска на помощь чехословакии но устами тогдашнего министра иностранных дел больше было сказано что если даже советские самолеты полетят в сторону чехословакии через территорию польши они будут сбиваться на территории польши но не важно а важно то что на война началась и теперь уже сама польша стала жертвой той политики которая проводила в отношении чехословакии потому что по известным протоколам молотова риббентропа часть этих территорий отошла к россии включая западную украину россия под названием советский союз вернулась таким образом на свои исторические территории после победы в великой отечественной войне как мы говорим это вторая мировая война все эти территории окончательно были закреплены за россии на советским союзом так больше при этой компенсации так надо полагать получила западные исконно германские территории это западная восточную часть германии часть земель это западные западные районы польши сегодня ну естественно я опять вернули и выход как балтийскому морю опять вернули данцик который опять стал называться по-польски да вот таким образом сложилась вот эта ситуация и при формировании советского союза это уже 1922 год большевики начали формировать ссср и создали советскую украину который до сих пор до который до сих пор вообще не существует не существовало при этом сталина стояла на том чтобы эти республики которые образовывались входили в качестве автономных образований но почему-то основатель советского государства ленин стоял на том чтобы они имели права выхода из состава советского союза и тоже непонятным причинам наделил образующуюся советскую украину землями которым люди проживавшие на этих территориях даже если они раньше никогда не назывались украины почему-то при формировании все это было влита в состав украинской ссср ссср в том числе все причерноморье которое было получено во времена ли екатерины 2 и к собственных украине никогда никакого исторического отношения не имели даже если мы вспомним назад вернемся 1654 год когда эти территории вернулись на состав российской империи там было три-четыре три-четыре современных области украины никакого причерноморья там этой близкой не было просто не о чем в 1654 я просто у вас очевидно энциклопедические познания об этом регионе но почему вы тогда первые 22 года своего президентства не говорили о том что украина это не настоящая страна и так и так насчет у к советской украины получила огромное количество территорий которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели прежде всего причерноморье они когда-то когда россия их получила в результате русско-турецких войн назывались новороссии вот но это не важно важно то что вот ленин основатель советского государства создал украину именно таким так такой значит и вот это все в течение многих десятилетий в составе ссср украинская сср развивалась и большевики тоже не по не по непонятным причинам занимались украинизации там не только потому что там выходцы были с украины в руководстве советского союза но в целом была такая политика коренизация коренизация она называлась это касалось украины и других союзных республик внедрялись национальные языки и национальная культура что в целом принципе конечно и неплохо но таким образом создалась советская украина а после второй мировой войны они получили еще украина получила еще части не только польских до до войны территории а сегодня западная украина часть венгерских территорий и часть румынских у румынии и у венгрии тоже часть территории забрали и они эти территории вошли в состав в Советскую Украину. И до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство. Созданное по воле Сталина. Считаете ли вы, что и у Венгрии есть право забрать свои территории у Украины? И что и другие страны могут вернуться в свои границы 654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле конечно, вполне можно если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть эти земли свои, то во всяком случае понятно. А вы говорили Виктору Орбану, что он может забрать часть Украины? Никогда не говорил никогда, ни разу у нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров но мне достоверно известно, что конечно, венгрии, которые там проживают они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. А больше того, я сейчас вам расскажу очень интересную историю, отвлекусь это личная история Я, значит, где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга поехал просто в путешествие по Советскому Союзу через Киев, в Киев заехал, а потом поехал на западную Украину въехал в город, береговое называется А там все названия городов, поселков на русском и на непонятном для меня языке на венгерском, на русском и на венгерском не на украинском, на русском и на венгерском проезжаю в какой-то деревне возле домов сидят мужчины в тройках, в черных, в костюмах тройках и в цилиндрах черных Я говорю, это что, артисты какие-то? Мне говорят, нет, это не артисты никакие это венгры Я говорю, а что они здесь делают? Как чего? Это их земля, они здесь живут Все названия В советское время, 80-е годы У них сохранился, они сохраняют венгерский язык, названия все костюмы национальные Они венгры и чувствуют себя венграми И, конечно, когда сейчас происходит ущемление Что ж, это, это Ведь многим странам, как вы и сами в курсе, не дает покоя Трансильвания И да, многие страны недовольны тем, как войны 20-го века перерисовали границы Да и войны, которые были тысячу лет назад, о которых вы упомянули Но дело в том, что вы начали говорить об этом публично только два года назад, в феврале И в своей речи, которую я сегодня прочитал Вы очень долго объясняли, что ощущали угрозу своей безопасности, исходящую от Запада и от НАТО, включая ядерную угрозу И именно это и заставило вас начать действовать Это правильное изложение того, что вы тогда сказали? Я понимаю, что, поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр интервью Поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста Ну так вот Хорошо Мы подошли к тому моменту, когда была создана Советская Украина Потом, 1991 год, развал Советского Союза И все, что Украина получила в подарок от России, в барского плеча, она утащила с собой И в целом, вот я подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня Ведь этот развал Советского Союза Спасибо Развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России Но подозреваю, что из нескольких составляющих, несколько там было причин Думать, что все будет хорошо Первое Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной Фактически общий язык Там 90% с лишним говорили на русском языке Значит, родственные связи Там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи Общая культура, общая история, наконец, общая религия Все это настолько фундаментальные вещи Общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий Все это такие фундаментальные вещи Экономика очень сильно взаимосвязана Значит, все это лишь в основе неизбежности наших добрых отношений Первое И второе очень важное Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует Россия добровольно, добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза И исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом Как предложение к сотрудничеству и союзничеству Вот чего ожидала Россия И от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом Были умные люди, в том числе и в Германии Эган Барр был такой крупный политический деятель социал-демократической партии Который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза Говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе Нужно помочь объединиться Германии Но создать новую систему, куда будут входить Соединенные Штаты, Канада Россия, другие центральноевропейские страны Но не нужно, чтобы НАТО распространялось Он так и говорил, если НАТО будет распространяться Все будет то же самое, как в условиях Холодной войны Только ближе к границам России Вот и все Умный был дед Его никто не послушал Никто не послушал Больше того, он рассердился как-то Ну, тоже в архивах у нас разговоры ждут Если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду Рассердился на советского руководства Ну, он был прав Все так и произошло, как он сказал Но, тем не менее Да, именно так все потом и произошло И вы не раз об этом говорили И я считаю, говорили правильно И в самой Америке люди думали, что с падением Советского Союза И окончанием Холодной войны Отношения между Россией и Соединенными Штатами начнут налаживаться Но произошло с точностью да наоборот Но вы так и не объяснили, почему это произошло Кроме слов о том, что Запад боится сильной России Но у нас есть сильный Китай, и Запад его не особо боится Что есть такого в России, что наши политики хотят ее уничтожения? Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России Потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае полтора миллиарда И экономика Китая развивается семимильными шагами Пять с лишним процентов в год, было еще больше Но этого для Китая достаточно И поэтому потенциал, Бисмарк когда-то говорил Главное – это потенциалы Потенциал Китая колоссальный Первая экономика в мире сегодня по предмету покупательной способности По объему экономики Уже обогнали Соединенные Штаты достаточно давно И темпы растут Но сейчас не будем говорить, кто кого боится Мы не будем, давайте, рассуждать такими категориями А поговорим о том, что после 1991 года Когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов Ничего подобного не произошло Вы же нас обманули Я когда-то говорю вы Не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты Обещали, что не будет расширения НАТО на восток Но это произошло пять раз Пять волн расширения Мы все терпели Все уговаривали Говорили, не надо Мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские У нас рыночная экономика Нет ни власти коммунистической партии Давайте будем договариваться Больше того Я тоже уже говорил об этом публично Сейчас ельцинское время возьмем Был момент, когда серая кошка пробежала Вот до этого ельцин ездил в США Помните, выступал в Конгрессе И говорил замечательные слова Год Бас Америка Он же все это сказал Это же были сигналы Ну, пустите нас к себе Нет, когда начались события в Югославии Сразу до этого ельцин нахваливали Нахваливали Как только события в Югославии начались Когда он поднял голос за сербов А мы не могли не поднять голос за сербов В их защиту Я понимаю, там были сложные процессы Понимаю Но Россия не могла не поднять голос за сербов Потому что сербы – это тоже особая Близкая к нам нация Православная культура и так далее Ну, такой многострадальный народ В течение поколения Ну, не важно А важно то, что ельцин высказался в поддержку Что сделали Соединенные Штаты В нарушение международного права Устава ООН Начались бомбардировки Белграда Соединенные Штаты выпустили этого джин из бутылки Более того, когда Россия возражала И высказывала свое негодование Что было сказано? Устав ООН и международное право устарели Сейчас все ссылаются на международное право Ну, тогда начали говорить, что устарело все Надо все менять Действительно, кое-что надо менять Потому что баланс сил изменился Это правда Но не таким образом Но тем не менее Да, кстати, сразу ельцином начали обливать грязью Указывать на то, что он алкоголик Ничего не понимает, не смыслит Все он понимал и все смыслил Я вас уверяю Значит, ну хорошо Я стал президентом в 2000 году Думал, ладно, все это Югославская тема прошла Но надо попробовать восстановить отношения Все-таки вот эту открыть дверь В которую Россия пыталась пройти И больше того Я же публично говорил об этом Могу повторить На встрече здесь, в Кремле С уходящим от власти Биллом Клинтоном Вот здесь вот Прямо же в последнем помещении Я ему сказал, задал вопрос Слушай, Билл, а как ты думаешь Если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО Как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал Ты знаешь, это интересно Я думаю, что да А вечером, когда мы с ним встретились Уже на ужин Он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими Со своей командой Не-не, это сейчас невозможно Может и спросить у него Я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит Я бы никогда не столчу подобное говорить Если бы этого не было Ну ладно, сейчас невозможно А вы правда этого хотели? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос Возможно это или нет? Да И получил ответ нет Если я был неискренним В своем желании выяснить позицию руководства Но если бы он ответил да То вы бы вступили в НАТО? Если бы он сказал да Начался бы процесс сближения И в конечном итоге это могло бы состояться Если бы мы увидели искреннее желание Партнеров сделать это Но этим не закончилось Ну нет так нет, ладно, хорошо Давайте будем А как считаете, почему так произошло? Мне просто интересно Очевидно, что вас это задело, я это понимаю Но почему, по-вашему, Запад вас тогда отверг? Откуда эта враждебность? Почему окончание холодной войны не наладило отношения? Какие, по-вашему, за этим кроются причины? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа Нет, это не горечь Это просто констатация факта Мы же не жених и невеста Горечь и обиды Это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть Просто мы поняли, что нас там не ждут Вот и все Хорошо, ладно Но давайте будем выстраивать отношения по-другому Будем искать точки соприкосновения Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей Я же не могу за них Я могу только догадываться, почему Слишком большая страна Со своим мнением и так далее А Соединенные Штаты Ну, я же видел, как решаются вопросы в НАТО Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины Руководство совершенно ожало И все члены НАТО послушно голосуют Даже если им чего-то не нравится Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году Хотя это обсуждается Уже здесь ничего нового я вам не скажу Тем не менее Потом, после этого Мы пытались по-разному выстроить отношения Ну, например События были на Ближнем Востоке В Ираке Значит Мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами И я многократно ставил вопрос о том Чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм Ни терроризм на Северном Кавказе Но все равно продолжали это делать И политическая поддержка, информационная поддержка Финансовая поддержка Даже военная поддержка Шла со стороны Соединенных Штатов И их сателлитов В отношении террористических формирований На Кавказе Я однажды со своим коллегой Тоже президентом США Я поднял этот вопрос Он говорит, ну не может быть У тебя есть доказательства? Я говорю, да Я был готов к этой беседе И дал ему это доказательство Он посмотрел И знаете, что сказал? Ну я прошу прощения, да? Но так было Я процитирую Он говорит, ну я им надеру жопу Значит, мы ждали-ждали ответа Ответа не было Я говорю директору ФСБ Ну ты ЦРУ-то напиши Как результат какой-то есть Разговор с президентом Написал раз-два А потом получили ответ У нас лежит ответ в архиве Из ЦРУ пришел ответ Мы работали с оппозицией В России Считаем, что это правильно И будем дальше продолжать Работать с оппозицией Смешно Ну ладно, мы поняли, что Разговора не будет Силами оппозиционными вам Вы хотите сказать, что ЦРУ Пыталось свергнуть ваше правительство? Ну конечно, имелось в виду В данном случае Сепаратисты, террористы Которые воевали с нами на Кавказе Вот о ком шла речь Они их называли Значит, оппозицией Это вот второй момент Третий момент Очень важный Очень важный Это момент создания Системы про США Начало И мы долго уговаривали Не делать это в Соединенные Штаты Больше того После того, как меня пригласили Отец Буша-младшего Буш-старший Пригласил к себе На океан В гости И там состоялась Очень серьезная беседа С президентом Бушем С его командой И я предложил Чтобы США Россия И Европа Создавали совместную Систему ПРО Которая, как мы считаем Создаваемая В одностороннем порядке Угрожает Нашей безопасности Несмотря на то, что Официально Говорилось Соединенными Штатами О том, что она Создается против Ракетных угроз Со стороны Ирана Этим же Обосновывалось Создание ПРО И я Предложил им Работать Втроем Россия США Европа Сказали Очень интересно Меня спросили Ты серьезно? Я говорю Абсолютно А в каком году Это было? Ну я не помню Вот это легко Узнать в интернете Когда я был в США По предложению Буша Старшего Это еще легче узнать Сейчас я вам скажу От кого Вот И Мне сказали Это очень интересно Я говорю Только представьте Если мы вместе Будем решать Вот такую глобальную Стратегическую задачу В области безопасности Мир изменится Наверное У нас будут споры Наверное Экономические Даже политические Но Мы кардинально Поменяем ситуацию В мире Да Я спросил Это ты серьезно? Я говорю Конечно Нам надо подумать Мне сказали Я говорю Пожалуйста Потом сюда Вот в этот кабинет Где мы с вами беседуем Приехал министр обороны Гейтс Бывший директор ЦРУ И госсекретарь Райс Вот сюда Вот за этот стол Вот напротив Вот видите Этот стол Они сели с этой стороны Я и министр Иностранных дел Министр обороны России С той стороны Они мне сказали Да Мы подумали И мы согласны Я говорю Слава богу Отлично Но За некоторым исключением Итак Вы описали Как дважды Президенты США Принимали решения Которые потом Были зарублены Их спецслужбами Так что Согласно вашим словам Вы описываете Систему Которая не управляется Теми Кого выбрал народ Именно так Именно так В конечном итоге Нас послали подачу Я не буду детали рассказывать Потому что считаю Это некорректно Но все-таки Это был конфиденциальный разговор Но То что Значит Наше предложение было Отклонено Это факт Тогда Именно тогда Я сказал Послушайте Мы тогда будем вынуждены Заниматься ответными мерами Мы будем создавать Такие ударные системы Которые безусловно Будут преодолевать Систему ПРО Ответ был такой Мы делаем не против вас А вы делаете Чего хотите Мы исходим из того Что это не против нас Не против США Хорошо Пошло И мы создали Гиперзвуковые системы Причем Межконтинентальной дальности И продолжаем их развивать Мы сейчас опередили По созданию Гиперзвуковых систем Ударных Мы опередили всех И Соединенные Штаты И другие страны Они у нас Совершенствуются Каждый день Вот Но не мы это сделали Мы предлагали Пойти другим путем А нас отодвинули Теперь по поводу Расширения НАТО на Восток Ну обещали же Никакого НАТО на Восток Дюйма В сторону На Восток не будет Как нам было сказано А потом что Сказали Ну На бумаге же Они зафиксировали Поэтому мы будем Расширять Пять решений И погрузили туда И Прибалтику Там и Всю Восточную Европу И так далее И вот теперь По-хоже К главному Добрались до Украины В 2008 году На саммите В Бухаресте Заявили о том Что двери для Украины И Грузии Тогда В НАТО Открыты Теперь по поводу Как там принимаются решения Германия Франция Вроде бы Или против Так же Как некоторые Другие Европейские стороны Но тогда Как выяснилось Позже Президент Буш Он такой Крепкий Парень Крепкий политик Вот Как мне сказали Потом Он на нас нажал И мы вынуждены Были согласиться Вот смешно Как в детском саду Просто Где гарантии То просто Что это за детский сад Что это за люди Кто они такие На них видите Или нажали Они согласятся А потом Они говорят Ну Украина же Не будет в НАТО Ты знаешь Я говорю Не знаю Я знаю Что вот Вы согласились В 2008 году А почему В будущем Не согласитесь Ну тогда Вот нажали на нас Я говорю А почему Завтра на вас Не нажмут И вы опять Согласитесь Ну чушь какая Это С кем там Разговаривать Я просто не понимаю Мы готовы К разговору Ну с кем Где гарантии Никаких Значит Начали осваивать Территорию Украины Что бы ни было Там Я вам предысторию Рассказал Как развивалась Эта территория Какие отношения Были с Россией Ну там У каждого Второго Третьего Какие-то связи С Россией Были всегда И при выборах Уже в независимой Суверенной Украине Которая получила Независимость В результате Декларации О независимости А кстати Там написано Что Украина Нейтральное Государство А в 2008 году Вдруг Перед ней Открыли Двери Или ворота В НАТО Вот Вот интересное кино Мы так Не договаривались Так вот Все Все Президенты Которые приходили К власти На Украине Они опирались На электорат Так или иначе Хорошо Относившийся К России Это Юго-Восток Украины Это большое Количество людей И Перебить Этот электорат Относившийся Позитивно К России Было очень сложно Значит К власти Пришел Виктор Януков Причем Как Первый раз Он победил После Президента Кучмы Организовали Третий Тур Который Не предусмотрен В Конституции Украины Это Госпереворот Представьте Себе Вас Кому-то Не понравилось В США Ну вот Шел спор Между В 2014 Нет Раньше Нет Нет Это раньше Было Значит После Президента Кучмы Значит Победил На выборах Янукович Виктор Янукович Но Его оппоненты Не признали Этой победы США Поддержали Оппозицию И назначили Третий Тур Это что Такое Это Государственный Переворот США Поддержали Его И К власти Пришел В результате Третьего Тура Представьте Что В США Кому-то Что-то Не понравилось Организовали Третий Тур Не предусмотрен В конце Это США Но Тем не менее Там Это сделали Ладно Пришел К власти Виктор Ющенко Который Считался Прозападным Политиком Хорошо Но мы И с ним Наладили Отношения Он Ездил В Москву С визитами Мы Ездили В Киев И я Обстановки Западные Так Западные Пускай Люди Работают Считают Пускай Ситуация Должна Внутри Развиваться В самой Украине Независимой Значит После Того Как он Поруководил Страной Ситуация Ухудшилась И к власти Все-таки Пришел Виктор Юновикович Может быть Он был Не самым Лучшим Президентом И политиком Я не знаю Не хочу Давать оценок Но Встал вопрос Об ассоциации С Евросоюзом Но мы К этому Всегда Относились Очень лояльно Пожалуйста Но когда Прочитали Этот договор Об ассоциации Выяснилось Что Для нас Это проблема Потому что У нас С Украиной Зона Свободной Торговли Открытые Таможенные Границы А Украина Должна была По этой ассоциации Открыть Свои границы Перед Европой И потоком Все на наш рынок Сказали Не Тогда Так не получится Мы закроем Тогда Свои границы С Украиной Таможенные Границы Янукович Начал считать Сколько Украины Выиграет Сколько Потеряет И объявил Своим Своим Контрагентом В Европе Я должен еще Подумать Перед тем Как подписать Как только Он сказал Начались Деструктивные Действия Оппозиции Поддержанные Западом И все Дошло до Майдана И до Госпереворота На Украине И так Он больше Торговал С Россией Чем с Евросоюзом В смысле Украина Ну конечно Ну конечно Конечно Мы даже Дело не в объемах Торговли Хотя больше Дело в Кооперационных Связях На которых Стояла Вся Украинская Экономика Кооперационные Связи между Предприятиями Были очень Плотными Со времен Советского Союза Там одно Предприятие Производило Компоненты Для конечной Сборки И в России И в Украине И наоборот Очень тесные Связи Совершили Госпереворота Хотя Нам Из Соединенных Штатов Не буду Сейчас Говорить В детали Которые считают Некорректно Но все-таки Было сказано Вы там Януковича Успокоите А мы Успокоим Оппозицию Пускай Все идет По пути По пути Политического Урегулирования Мы сказали Хорошо Согласны Давайте так и сделаем Янукович не применил Как просили нас Американцы Ни вооруженных сил Ни полиции А вооруженная Оппозиция В Киеве Провела Госпереворот Как это понимать Вы кто такие Вообще Хотелось Спросить Тогдашнее Руководство И при чьей Это поддержки При поддержке ЦРУ Конечно Организации В которой Как я понимаю Вы когда-то Хотели работать Может быть Слава богу Что вас не взяли Хотя это Серьезная организация Я понимаю Мои бывшие коллеги В том смысле Что я работал В первом Главном управлении Это Разведка Советского Союза Они были нашими Оппонентами Всегда Ну Работа Есть работа Но Технически Они все сделали Правильно Добились того Чего хотели Сменили власть Но С политической Точки зрения Это колоссальная Ошибка И здесь Конечно Политического Руководства Не доработало Они должны Политического Руководства Должно было Видеть К чему это Приведет Итак В 2008 году Открыли двери Украине В НАТО В 2014 году Провели госпереворот При этом Тех кто не признал Госпереворот А это госпереворот Начали преследовать Создали угрозу Для Крыма Которую мы были Вныжены взять Под свою защиту Начали войну В Донбассе С 2014 года Применяя Авиацию И артиллерию Против мирных граждан Ведь с этого Все началось Видео Видеозапись Когда самолет Наносит удар По Донецку Сверху Предприняли Одну Крупномасштабную Войсковую Операцию Еще одну Потерпели неудачу Еще готовились И все Еще на фоне Освоения Военного Освоения Этой территории И Открытие Двери В НАТО Ну как же нам Не проявлять Обеспокоенность Тем что происходит С нашей стороны Это было бы Преступная Обеспеченность Вот что это Было бы Такое Просто Политическое Роководство Штатов Подогналось К черте За которую Мы уже Не могли Переступить Потому что Это разрушало Саму Россию И потом Мы не могли Бросить наших Единоверцев И по сути Часть русского народа Под эту Военную машину Итак Это было за 8 лет До начала Текущего конфликта Но что именно Вас спровоцировало После чего Именно Вы решили Что вы должны Так поступить Ну Спровоцировал Конфликт Изначально Спровоцировал Конфликт Госпереворот На Украине Кстати говоря Приехали представители Трех европейских стран Германии Польши И Франции И были гарантами Подписанного Договора Между правительством Януковича Между Януковичей И оппозиции Подписи свои Поставили Как гарант Несмотря на это Оппозиция Совершила Госпереворот И все эти страны Сделали вид Что они ничего не помнят О том Что они гаранты Мирного урегулирования В печку сразу бросили Никто не вспоминает Я не знаю Знают ли что-то в США Про этот договор Между оппозицией И властью И про гарантов Трех гарантов Которые вместо того Чтобы вернуть Весь этот процесс На политическое поле Нет Поддержали Госпереворот Хотя смысла В этом бы не было Никакого Поверьте мне Потому что Президент Янукович Совсем согласился Был готов На досрочные выборы На которых у него Не было шансов Убедить Сказать Не было шансов Все это знали Зачем Госпереворот Зачем Жертва Зачем Угроза Для Крыма Зачем Начало Потом операции На Донбассе Вообще Вот этого я не понимаю Вот в этом И про счет ЦРУ довело Свое дело При реализации Госпереворота А по-моему Один из Замов Госсекретаря Сказал Что даже Истратили на эту Большую сумму Чуть ли не 5 миллиардов Но политическая Ошибка Колоссальная Зачем Это надо было Делать Все можно было Сделать На самом деле То же самое Только легальным путем Без всяких жертв Без начала Войных операций И без утраты Крыма И мы бы Пальцем не пошевелили Если бы не было Вот этих кровавых событий На Майдане В Голубонька Не приходило Потому что Мы согласились С тем Что после развала Советского Союза Все должно было Так По границам Союзных республик Мы же согласились С этим Но мы никогда Не соглашались С расширением НАТО Тем более Не соглашались Никогда С тем Что Украина Будет в НАТО Мы не соглашались С тем Что там будут Базы НАТО Без всяких Разговоров с нами Мы только Упрашивали В течение Десятилетия Не делайте этого Не делайте того Что последило Триггером В Последних событиях Ну во-первых Сегодняшнее Руководство Украины Заявилось Что они не будут Исполнять Минских соглашений Которые были подписаны Как вы знаете После событий 2014 года В Минске Где был Изложен план Мирного Урегулирования На Донбассе Нет Руководство Сегодняшней Украины Министр Иностранных дел Там все остальные Официальные лица А потом Сам президент Заявили о том Что им ничего Не нравится В этих Минских соглашениях Иными словами Исполнять не собираются А бывшие Руководители Германии Франции Прямо сказали Что подписывали Уже в наши дни Год-полтора назад Прямо сказали Честно На весь мир Что да Они подписывали Это соглашение Минска Но выполнять Никогда не собирались Нас просто Водили за нас А вы с кем-нибудь Говорили об этом? Может вы звонили Президенту И госсекретарю И говорили Что если вы продолжите Наводнять Украину НАТОвскими войсками То это То нам придется Начать действовать Мы постоянно Об этом говорили Мы постоянно Об этом говорили Мы обращались К руководству Соединенных Штатов Европейских стран Чтобы вот этот процесс Прекратился немедленно Чтобы были Исполнены Минские соглашения Откровенно говоря Я не знал Как мы это сделаем Но я был готов Исполнять Они сложные Для Украины Там очень много Элементов Как бы Независимости Для Донбасса Для этих территорий Было предусмотрено Это правда Но я был Уверен абсолютно Я сейчас вам скажу Я искренне Считал Что если Все-таки Удастся уговорить Тех людей Которые на Донбассе Живут Их надо было еще Уговорить Возвратиться Как бы в рамки Украинской государственности То постепенно Постепенно Раны заживут Постепенно Постепенно Когда эта часть Территории Вернется В хозяйственную жизнь В общую Социальную среду Когда пенсии будут платить Социальные пособия Все постепенно Постепенно Срастется Нет Никто этого не хотел Все хотели только С помощью Военной силы Решить вопрос Но этого мы не могли позволить И все дошло До этой ситуации Когда На Украине объявили Нет мы не будем Ничего Начали еще подготовку К военным действиям Войну начали Они В 2014 году Наша цель Прекратить эту войну И мы не начинали ее В 2022 Это попытка ее прекратить А вы могли бы ее Сейчас остановить? Ну то есть Вы достигли своих целей? Нет Мы пока не достигли своих целей Потому что Одна из целей Это Деноцификация Имеется в виду Запрещение Всяческих Неонацистских движений Это одна из проблем Которые мы обсуждали И В ходе переговорного процесса Который завершился В Стамбуле В прошлом году В начале Но По нашей инициативе Завершился Потому что Нам Европейцы В частности Говорили Нужно обязательно Создать условия Для Окончательного Подписания документов Мои коллеги Во Франции И в Германии Говорили Ну как ты себе представляешь Как они будут Подписывать договор С пистолетом Приставленным К голове К виску Надо отвезти Войска от Минска Хорошо Мы отвели Войска от Минска Как только мы Отвели Извините От Киева Как только мы Отвели Войска от Киева Сразу же Наши украинские Переговорщики Выбросили в помойку Все наши договоренности Достигнутые В Стамбуле И приготовились К длительному Вооруженному Противостоянию При помощи Соединенных Штатов И их сателлитов В Европе Вот Вот как ситуация Развивалась И так как она выглядит Сейчас Да Прошу прощения Но что такое Деноцификация? Что вы имеете ввиду? Да Вот я как раз хочу Сейчас об этом сказать Это очень важный вопрос Деноцификация После обретения Независимости Вот Украина Начала Искать Как говорят Некоторые аналитики На Западе Свою идентичность И ничего Лучше не придумала Как поставить Как поставить Во главу угла Этой идентичности Таких Ложных героев Которые сотрудничали с Гитлером Я уже говорил Что В начале 19 века Когда появились Теоретики Независимости Суверенитета Украины Они исходили из того Что Украина Независимая Должна иметь Очень доброе И хорошее отношение С Россией Но В силу Исторического Развития В силу того Что Когда Эти территории Находились В составе Речи Посполитой Польши Украинцев Достаточно Жестоко Преследовали Изымали Пытались Уничтожить Эту Идентичность И вели себя Очень жестоко Это все Осталось В памяти В памяти Народа И Когда Началась Вторая Вторая Мировая Война Часть Этой Крайне Крайне Националистической Ну так Скажем Националистической Настроенной Элиты Она Начала Сотрудничать С Гитлером Полагая Что Гитлер Принесет Им Свободу И Немецкие Войска Даже Войска СС Они Самую Грязную Работу По По Уничтожению Польского Населения Еврейского Населения Отдавали Как раз Коллаборационистам Которые С Гитлером Сотрудничали Отсюда Жестокая Резня Польского Еврейского Населения И русского Во главе Стояли Лица Которые Хорошо Известны Бандера Шушкевич Вот Именно Этих Людей Сделали Национальными Героями Вот В чем Проблема И Нам Все Ремя Говорят Ну Национализм Национализм И Неонацизм Есть И в Других Странах Да Ростки Есть Но Мы Ж Их Даем И В Других Странах Их Дают А На Украине Нет На Украине Из них Сделали Национальных Героев Им Памятники Возводят Они На Флагах Они Их Имена Кричат Толпа Которые Ходят С Факелами Как В Насырке Германии Это Люди Которые Уничтожали Поляков Евреев И Русских Надо Это Практику И Теорию Прекратить Значит Конечно Любая Нация Выросла Считает Часть Людей Я говорю Что это Часть Общего Русского Народа Они Говорят Нет Мы Отделен Народ Ладно Хорошо Если Кто-то Считает Себя Отделенным Народом Имеет На Это Право Но Не Народом Народом Президент Франции Президент Франции Хватит ли Вам Тех Территорий Которые У вас Уже Есть Нет Сейчас Закончим Вы же Задали Вопрос По Неонацизму И Денацификации Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Но кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины евреев. Но мой вопрос, что вы собираетесь с этим поделать? Ну, то есть Гитлер уже 80 лет как мертв, в нацистской Германии больше не существует. И да, вы правы, и вы говорите, что вы хотите искоренить или хотя бы контролировать украинский национализм. Но как? Как вы собираетесь этого добиться? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Не будете обижаться? Конечно. Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое деноцификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить. Вот что такое деноцификация. Вот что мы под этим понимаем. Конечно. Но мой вопрос более конкретен. Он не в защиту нацистов, новых или старых. Мой вопрос более практический. Вы не контролируете всю страну, вы не контролируете Киев, да, видимо, и не хотите. Так как же вы собрались уничтожить культуру или идеологию и чувства, или взгляды на историю в стране, которую вы не контролируете? Что вы собираетесь сделать? А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле, мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде, что на Украине не будет оккультироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсов, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? А будут переговоры? И почему еще не было переговоров по поводу ситуации на Украине? Мирных переговоров? Они были, они были. Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса. Но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно Украина, выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца. Значит, и больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил. Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи, значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Да, но вы же будете говорить не с президентом Украины, вы будете говорить с президентом Америки. Когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. Вы не помните? Нет, я не хочу, я должен все помнить, что ли. У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитический... Ну, он финансирует войну, в которой вы воюете, что, я думаю, довольно запоминающийся момент. Ну, да, он финансирует, но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. И я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба. Поддерживая все, что там происходит на Украине. Отталкивая Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я... И что он ответил? Можно у него, пожалуйста, спросите, пожалуйста. У него, вам легко, вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите. Мне некорректно комментировать наши разговоры. Но вы с ним не разговаривали с февраля 22-го года. Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определенные контакты. Кстати говоря, вот помните, я вам рассказывал про мое предложение вместе работать в системе противоракетной обороны? Да. Вот можно спросить у всех. Они же все, слава богу, живы, здоровы. И бывший президент, и Кандализа жива, здоровы. И, по-моему, господин Гейтс. И сегодняшний директор Центрального разведуправления, господин Бернс. Он тогда был послом в России. По-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров. Ну, спросите у него. То же самое и здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин, значит, президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорили. Мне, конечно же, интересно, но когда смотришь со стороны, то кажется, что это все может дойти или перерасти в то, что весь мир будет охвачен этим конфликтом, привести к пуску ядерных ракет. Так что, почему вы просто не позвоните Байдену и не скажете, давай попробуем все решить? А что решать-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения. Все закончится в течение нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратите. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чем говорить-то? Или о чем упрашивать? И что же вы услышали в ответ? Такое-то оружие на Украину. Ой-ой, боюсь, боюсь, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то? Как вы считаете, НАТО переживает, что это все может перерасти в мировую или даже ядерную войну? Во всяком случае, они говорят об этом. И они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди, ну не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Угроза, о которой вы говорите, это вторжение России в Польшу, в Латвию, экспансионизм. Видите ли вы сценарий, при котором вы посылаете российские войска на Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы. Но вы и сами знаете, аргументация здесь, вот он вторгся на Украину, у него есть планы и на другие территории, а вы однозначно заявляете, что это не так. Абсолютно, это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставить на грань уничтожения всей человечества. Это очевидно. Вот. И есть, конечно, средства сдерживания. Нам всё время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на Украинском театре военных действий. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Один из сенаторов в Соединённых Штатах, Чак Шумер из Нью-Йорка, вчера, по-моему, сказал, что мы должны продолжать финансировать Украину, чтобы в этот конфликт не оказались втянутыми американские граждане, солдаты. Что вы на это скажете? Это провокация. Причём дешёвая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наёмники из Соединённых Штатов. Больше всего наёмников из Польши. На втором месте наёмники из США. На третьем из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьёзного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно. Проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом, с лишним триллионом долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже, понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день. Понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. И понимая это, всё-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Кто взорвал Северный поток? Вы? Я в тот день был занят. НАТО, у вас есть... Я не взрывал Северный поток. Спасибо, конечно же. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть данные, что это сделали НАТО или ЦРУ? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных, может быть, много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Но вот что сбивает с толку. Ведь это крупнейший в мире акт промышленного терроризма и крупнейший выброс углерода. Так что, если у вас есть доказательства, учитывая, какие у вас спецслужбы, то они могли бы у вас быть. И если НАТО, США, ЦРУ, Запад сделал это, то почему бы вам их не предоставить и выиграть пропагандистскую войну? В войне пропаганды очень сложно победить в Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Да, это так. Но вот вопрос, на который вы сможете ответить. Вы, как известно, работали в Германии. И очевидно, что Германия знает, что это сделал их союзник по НАТО. И это очень ударило по немецкой экономике, она может никогда и не восстановиться. Почему же немцы молчат? Вот что меня сбивает с толку. Почему немцы ничего не скажут по этому поводу? Ну, меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. Иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в Северном потоке-2, который взорвали, в Северном потоке-1, который взорвали. Северный поток-2 повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал-Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает. А основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. Хотя взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие, деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы, откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцам не скажут, слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие, вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну, дайте нам нормально существовать, заработать в нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даем. Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот, что здесь, что в голове, у них одно и то же. Там, понимаете, люди очень некомпетентны. Что ж, может мир разделиться на два полушария? Одно с дешевой энергией, а другое без. И вот, что я хочу у вас спросить. Если сейчас мир многополярен, а это очевидно, то можете назвать блоки союзников? Кто на чьей стороне? Как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная и так далее. Но это все-таки одна голова. Но уже чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А дайте, пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить? Что ж, давайте возьмем, например, доллар США, который вроде как так или иначе объединяет мир, пусть и не к вашей выгоде, но к нашей уж точно. Перестанет ли он быть резервной валютой, валютой, которую везде принимают? Как, по-вашему, санкции повлияли на место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3%, примерно 3-4%, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно. Конечно, о чем говорит долг – 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращают запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничители меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что бы у нас происходило. У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. А сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, что это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплатищиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире. Теперь у нас расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет. А ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываться за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое, происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов... Вы спросите любого умного и думающего человека в Штатах. Что такое доллар для США? Сами его убивают. Я думаю, это справедливое замечание, но вопрос в том, что дальше? Может, вы просто меняете одних колониалистов на других, гораздо менее сентиментальных и снисходительных? Ведь тот же Брикс находится под угрозой полного доминирования со стороны Китая, китайской экономики. А это не очень хорошо для суверенитета. Вас это разве не беспокоит? Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе. Мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих. Внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет внешнеполитическую мысль Китая, всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас следующий пункт такой. Нам все время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в такой мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка. Вот объем сотрудничества с Китаем растет, растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерацией. Спросите европейцев, они не боятся? Может быть и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало. Особенно, когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединенных Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. Чуть ранее вы сказали, что мир был бы гораздо лучше, если бы не был раздираем соперничающими альянсами, если было бы глобальное сотрудничество. И одна из причин, почему это не так, это потому, что нынешняя американская администрация категорически против вас. Как, по-вашему, если после Джо Байдена будет другая администрация, то вы смогли бы восстановить отношения с американским правительством? Или это уже не важно, кто президент? Сейчас скажу, но, чтобы закончить предыдущий вопрос, у нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Синь Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году даже, должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку, по нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать, у нас товарооброс с Китаем. И очень важная вещь, он у нас сбалансированный этот торговой оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. А что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот, посмотрите, дай Бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 92-м году, по-моему, доля стран-семерки в мировой экономике составляла 47 процентов. Так? Это в 92-м году. А в 2022-м она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 92-м году составляла всего 16 процентов. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых я сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкции, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидным. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придет и что-то изменит. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. И его там, я знаю, в Штатах представляют каким-то там деревенским парнем, который мало чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины и так далее. Но это же при нем было. Он же давил там на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые и хорошие отношения. И он не дурнее любого другого американского или российского или вообще европейского политика. Уверяю вас. Он все понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие наличные отношения. Дело не в личности лидера. Дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательных способностей. По объему. Она обогнали США уже давно. Потом США, так? А потом Индия. Полтора миллиарда человек. Потом Япония. На пятом месте Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы. Несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально, с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придет к правящим элитам, то да, тогда, и тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться. Но вы говорите о двух разных системах. Вы говорите, что глава действует в интересах избирателей, но вы также говорите, что решения принимаются не главой, что они принимаются правящим классом. Вы так долго правите вашей страной, вы знаете всех американских президентов. По вашему мнению, кто эти центры сил в Соединенных Штатах? Кто именно принимает решения? Я не знаю. Это Америка сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах, разве можно это понять? Когда в каждом штате свое законодательство, и каждый штат сам регулирует. Кого-то может отстранить этот выбор на уровне штатов. Двухступенчатая выборная система. Нам очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими, республиканцы и демократы. И там в рамках партийной системы центры принимающие решения, готовящие решения. Потом, смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, ошибочные, грубые совершенно, необоснованные, ничем политика проводилась, давления. Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Это же все элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украины. Это же все давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров созданных, специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квази-государственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостоянии со Советским Союзом. Вот нужно вот от этого избавиться. Должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда, надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она же входит в клуб ведущих экономик мира, как бы ни было, кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все проблемы экономические, все-таки в Штатах нормальная ситуация и рост приличный экономики, 2,5%, по-моему, процента ВВП растет. Значит, но если обеспечить вот будущее, да, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир все равно поменяется, вне зависимости от того, даже чем закончится событие на Украине. Мир меняется. И нужно это, понимая это. Ну, ведь в самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить – болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровень политического руководства. Я просто обязан спросить вас, вы четко сказали, что расширение НАТО на восток – это нарушение обещаний данных еще в 90-е, что это угроза для вашей страны. Прямо перед тем, как вы послали войска на Украину, вице-президент Соединенных Штатов приехала на конференцию по безопасности в Мюнхене и предложила президенту Украины вступить в НАТО. Считаете ли вы, что это была попытка спровоцировать вас на военные действия? Мы просто, я еще раз повторяю, мы многократно, многократно предлагали искать решения проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять низких соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжала военная активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров там по существу начали создавать базы. Вот и все. На Украине объявили, что русские являются, закон приняли, нетитульные нации. И одновременно принимали законы, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории нетитульные нации. Нормально? Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали на нее нацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем. Вы считаете, Зеленский может самостоятельно вести переговоры по урегулированию этого конфликта? Я не знаю деталей, мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всяком случае, было это. У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил ему, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но что касается свободы выборов, почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами. Националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Но на данный момент, на февраль 24-го года, вы считаете, он может сам напрямую разговаривать с вами или вашим правительством по поводу прекращения всего этого? Ведь это все вредит и его стране, и всему миру. Как, по-вашему, он может сделать это? Ну, а почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы считаем в России, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают и Соединенные Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Европе. В Раде, он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил, мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боя и столкновения с Россией. И мы, сказал он, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите же, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть, вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну, пусть он отменит этот декрет и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну, что же, пускай отменяет свой декрет и наступает переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании, господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? Это хороший вопрос. А где он, по-вашему, и почему он так поступил? Да хрен. Хрен его знает о чем-то, если я не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности. И от небольшого ума. От чистого сердца, но не от большого ума. Вы говорили о связях между Россией и Украиной. Говоря о России, вы несколько раз называли ее православной, что это важно для понимания России. Вы называли себя православным. Что это значит для вас? Вы сами себя называете руководителем-христианином. Какое влияние на вас оказывает православие? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 988 году князь Владимир крестил. Сам крестился, по примеру своей бабки, княгине Ольге. Потом крестил свою дружину. А потом постепенно, в течение нескольких лет, крестил и всю Русь. Это был длительный процесс от язычников к христианам, много лет занято. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно. Вот. Да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых я сейчас сказал, о которых являются традиционными религиями Российской Федерации России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности, потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, да, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, ну, они же пришли со своей исторической родины к вам, либо в европейские страны. А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. У них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья. И это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные, между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для родины. Почему в России так разве... Можно я скажу? Чем религии отличаются друг от друга, это тем, что христианство, именно что религия не насилие. Иисус сказал, подставь вторую щеку, не убей. Как глава любой страны, которому приходится убивать, как глава может быть христианином? Как ему внутри себя это согласовать? Очень легко. Если речь идет о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота. С начала боевых действий на Донецке. На Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. Что касается религии в целом. Она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях. Не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. И мы так, у нас культура такая, человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе, как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. Так вы, когда смотрите на то, что происходит в мире, то вы видите промысел высших сил, вы видите промысел Божий? Вы когда-нибудь сами задумывались, что есть силы, которые не от человека? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И одни... Это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись. Потом они сходили с международной арены в таком качестве, в котором они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана, и потом с Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась. Потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Это разваливался долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. В сегодняшней ситуации, разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. Итак, когда же, по-вашему, начнется империя ИИ? — У меня все в более и более сложные вопросы погружается. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать. Специального человека. Человека-война, человека-ученого, человека-спортсмена. Вот сейчас, вот говорят, в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. А что вы думаете по этому поводу? — Ну, Маска... Я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек. То есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться. О том, что этот процесс, процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться. Потому что понимали, что их неаккуратное примение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут. Даже как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или другой области. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. Я признателен вам за потраченное вами время. Я хочу задать вам последний вопрос. И это про кое-кого очень знаменитого в Соединенных Штатах. Здесь о нем не знают. Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, ему 32, и он уже почти год находится в тюрьме. И в Америке об этом все говорят. И я хочу напрямую спросить вас, без вдавания в детали вашей версии происшедшего, как знак вашей доброй воли. Согласны ли вы передать его нам, и мы отвезем его обратно в Соединенные Штаты? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Обычно, ведь такие вещи делаются уже не первое столетие. Одна страна на своей территории ловит шпиона другой, она обменивает его на своего спецслужбиста в другой стране. И это, конечно, не мое дело, но тут ситуация в том, что этот парень, очевидно, не шпион. Он еще пацан. И может, он и нарушил какие-то ваши законы, но он не супершпион, и это все знают. И его держат в заложниках, чтобы обменять. И это так, при всем уважении, но все это, конечно, понимают. Так что, может быть, он идет по другой категории? Может, это несправедливо просить, чтобы его обменяли на кого-то другого? Может, такое поведение унижает Россию? Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион. Но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытную секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано. Ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Мы с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю еще раз. Так вы утверждаете, что он работал на правительство США или НАТО, или что он просто репортер, который получил материал, который не должен был получить? Ведь это довольно разные вещи. Я не знаю, на кого он работал. Но, повторяю еще раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американцев к спецслужб, в каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации. Вот, ну, это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там. Есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц. Вот сделал вот это по собственной инициативе или нет? Это другой вопрос. Ну, вот он... Но он же не делал ничего такого, ведь это же совсем другое. Он 32-летний репортер. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гешкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договариваться. Но только надо договариваться. Надеюсь, что вы его отпустите. Господин президент, спасибо. Мне тоже хотелось бы, чтобы он уехал. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Ну, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно. Вот мне интересно, вот с войной тоже так. Я думаю, что я хочу задать еще один вопрос. И может вы по стратегическим соображениям не захотите на него отвечать. Вот вас беспокоит, что то, что происходит на Украине, может привести к чему-то гораздо более страшному? И насколько сильно ваше желание позвонить в правительство США и сказать, давайте договоримся? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Ну, мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько? 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находятся, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, безусловно. Да, конечно. Ну, конечно. Поэтому, ну, скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет. Не садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Да, вы об этом уже говорили, и я не думаю, что вы хотели сейчас кого-то оскорбить, ведь вы уже сказали и сказали правду, что Украина запретил вести мирные переговоры бывший премьер-министр Британии, действующий в согласии с администрацией Байдена. Да, конечно, Украина сателлит, большие страны контролируют малое, в этом нет ничего нового. И именно поэтому я спросил о прямом взаимодействии с администрацией Байдена, ведь это она принимает решение, а не президент Украины Зеленский. Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну, пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него и отказываются. Вот и все. Ну, они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за. Я хочу убедиться, что я правильно понимаю то, что вы говорите. По-моему, вы говорите, что вы хотите договориться об урегулировании того, что сейчас происходит на Украине. Правильно. Мы же добились этого. Мы создали большой документ в Стамбуле, который был парасирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Ну, пустили, совершили ошибку, пусть вернутся к этому. Вот и все. Ну, почему мы должны суетиться там и исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Ну, я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к Декларации независимости об Украине, где она провозгласилась о нейтральном государстве. Вернемся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прикатили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще там? Считаете ли вы, что сейчас для НАТО слишком унизительно признать, что Россия контролирует территории, еще два года назад бывшие украинскими? А я же сказал, я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть. Но если желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Больше того, ну ладно, это уже будет... Согласны ли вы сказать, поздравляю НАТО, вы победили, и пусть все остается так, как сейчас? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Ну, или, точнее сказать, хотят, но просто не знают. Ну, я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы уже не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, и это бесконечная мобилизация на Украине. Истерика там, внутренние проблемы. Ну, все это рано или поздно, все равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на волевое происходит боестолкновение. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку. Конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат. Шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат. Русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другого. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делается. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Закончим? Или что-то еще? Да, я думаю, на этом все. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!